Любовь к деньгам худшая из всех зол. Так, по крайней мере, говорят. Деньги все только портят. Это, конечно, мое личное мнение. Когда я был ребенком, мой отец был адвокатом богатейшей семьи Нью-Йорка, Дарлингов. Это моя работа, Клэра. Не покупай гостров. Я должен посмотреть его первым. Подумаешь, важность какая. А я должна подыхать здесь со скуки. Обслуживай Дарлингов. Понятно, им ты нужен больше, чем нам. Работа у Дарлингов подавляла папа. Но еще больше она подавляла маму. Ты придешь в себя и вернешься. Я уже пришла в себя, Дэвлин, и не вернусь. Меня это тоже подавляло. Ибо я рос в тени своего отца. И несказанного богатства семьи, на которую он работал. Никки, подожди здесь. Я решу несколько вопросов. И буквально через 10 минут поедем домой. Хорошо? Ненавижу. Так что я пообещал себе, когда вырасту, ни за что не стану таким, как отец. Позвонил твой отец. Ты говорила об этом. Повторяю, он очень хотел с тобой пообедать. Но я, как водится, не смогу. Ты уже больше двух месяцев подказываешь. Да если позвони ему и объясни, что у меня времени нет к несчастью. А через две недели отец разбился на самолете. И все изменилось. Все пришли попрощаться с дедушкой? Да, конечно. Чемно? Это уж точно. Прошу прощения, извините. Позвольте. Мы пройдем? Простите, а вы кто? Джастин Тимберлейк или Кевин Федерлайн? Здесь моего отца хоронят. О! Сегодня все хоронят своих отцов. Вы что, издеваетесь? О! Приятно! Приятно! А вот и они. Класс! А это кто? Кто они? Друзья твоего деда. Семья Дарлингов. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Один вопрос. Пожалуйста. О, Боже. Я умру сейчас. Тише. Держись, моя милая. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Среди, среди. Надо было бросать гольф, чтобы стать мистером Карен Дарлинг. Не отвечай, милая, не идиоты. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мистер Дарлинг, посмотрите сюда! Прошу вас, никакой политики в такой день печальный для всех нас. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 25 апреля 1945 года. День освобождения. В неприступных горах мы стали волками. Наш крик – свобода или смерть. В долину спустимся с оружием на битву. За все неотмщенные жертвы, за все истлевшие кости мы посчитаемся на баррикадах пуля за пулю. Мы посчитаемся. Война окончена. Почему? Товарищи, бегите! Нужны люди. Против черных бандитов. Смелее надо убить их всех. Нельзя допустить, чтобы остался хоть один. Раздавим этих отвратительных тараканов. Ты помнишь этот апрель? Долгое путешествие к границе. Мы забрались на гору. Товарищи, sortirу! Результатом. Стреляй, стреляй, проклятая Рыжина Рыжина Я иду Иди, вперед А как Уоррены? Ты им звонил? Звонил, сказали, что как-нибудь заедут к нам вечером Ты только посмотри Обо всех, с кем я раз пишут в газетах Джоя Джорджелла стал новым футбольным тренером Ты говорила с Джей на билетах на футбол? Вот и он Привет Доброе утро Привет Выспался? Да Есть хочешь? Есть Гринки, твои любимые Да Но я не хочу есть Не забудь, это завтрак Основная еда, энергия Не хочешь, не ешь? Минуточку, мать Подожди, он поест, Куан Это же Гринки Мне пора Лезенбер заедет за мной Здорово Почему здорово? Я редко теперь вижу твоих старых друзей Даже скучаю по ним Залезай, Джаред, мы опаздываем Так это из университетского курса, чтобы ночью не заснуть? Уже в университет готовишься? По всем предметам? А тебе, если не напомнить, так сам и дышать забудешь Найди для себя музыку попроще Провалю, думаю, я этот экзамен Мы точно опоздаем Хватай веревку, Баке Мы потонем? Дай мне руку Баки! Здравствуйте, здравствуйте У меня шеф в порядке Лучше не бывает Все прекрасно Джаред Заходи Присаживайся Сколько ты пробыл в больнице? Четыре месяца Что ты сделал? Попытался покончить с собой Там не записано? Про способ, ни слова Обоюду острое лезвие Как дома? Там рады тебя видеть? Да Друзья тоже? Да С ними все в порядке? Да В школу ходишь? Там нормально? И с учителями? Да Полный порядок? Да Тогда зачем ты здесь? Обыкновенные люди А ну-ка, дерни со всей силы Можно с нашего пути все машины разогнать Приехали Это ванта, веришь? Да Хорошая работа, капитан Эй, Джордж, это газопровод Все еще стоишь там? Думаю, мы должны кое-что прояснить Меня назначил сюда в муниципалитете Я знаю, кто тебя назначил И отца твоего я знал Он был настоящим асом Теперь ты работаешь на меня Идем Привет, Роналд Как дела? Хорошо сидишь? Спасибо, что решать не тебе Я не буду скучать Кто это? Он работает на меня Он пожарный? Я люблю пожарных Ты всех любишь? Брайан Маккетри Конечно Нет То Стивен Он тот малыш с каской Позволь, я расскажу о Рональде Он любит телефоны Он подсоединяет провода к звонку А потом обматывает их ватой, смоченной бензином И что же получается дальше, а? Потом тебе стало скучно? И что ты сделал? Он начал звонить? Не доказано Комиссия по досрочному освобождению получила досье мистера Бартелла Его номер 44 Одобрена смотрителем секции доктором Норрисом Как ведущий психиатр, я должна отметить, что прогресс мистера Бартелла удивителен Ладно, ты готов, хорошо Простите, простите Тень Помнишь это? Помнишь это, Рональд? Помнишь, чье это? Что ты сделал с той девочкой? Я сжег ее Ты ее сжег Что ты делал со старушками? Просто сжег их А что насчет мира? Что бы ты хотел сделать с миром? Сжечь его Обратная тяга Папа, заезжай ко мне, вместе позавтракаем Далеко ехать придется Я в Венеции Изучите язык поэзии, искусства, романтики, секса В отличие от тебя мне путеводитель не нужен План был безупречным На ближайшие 45 минут это место в нашем распоряжении Как, Стив, он прямо над тобой Ограбление было идеальным Побег был гладким А ты на что свою долю потратишь? На Т-770, усилки на 70 лат и Цапбер Браун Звуковая система Звук настолько мощный С девчонок трусики слетают Единственная угроза Оказалась для них полной неожиданностью Ты совсем охренел? У меня свои планы есть Ты же знаешь, мы тебя везде найдем Пожалуй, ты прав, Джон Мы его нашли, Стелла Он в Лос-Анджелесе Никакое золото на свете не вернет меняться При чем тут золото? Джон им не был как отец Я просто обязан за него отомстить Оплата их больше не интересует Здравствуй, Стив А вот и Мэй Ты не представляешь, с какой силой я сейчас сдерживаю Чтоб тебя не убить Хочешь снова сыграть? Я не против Их интересует Расплата Ну давай Попробуйте убрать охрану А пяти из них вы даже не знаете Нафиг собаку У меня с ними не сложилось Что случилось? Не сложилось у меня с ними Потом взломать систему Готов создать крупнейшую пробку в истории города? Еще как готов Упс Попробуйте взломать сейф Ты забрал у меня отца Я заберу это Только вы уже облажались Лишились фактора внезапности Внезапно? Я, может, тоже хотела ему врезать? Парамау, ты че представляешь? Золото само к нам приедет Перекрыть все маршруты, кроме нашего Пусть едут туда, куда мы им скажем Остановите их, пока не выехали Ну вот и все Момент истины Открой дверь Мы сыграли, и я победил Еще не все кончено Пять секунд, или тебя расплющат Марк Уолберг Шарли Стерон Эдвард Нортон Сет Грин Джейсон Стэттем Моз Деф И Дональд Сазерленд Бежать некуда Игра окончена Сдавайтесь уже Плохо у тебя, Своображение Куда делся мой грузовик? Да! На меня Благодать снизошла Ограбление по-итальянски Поразительно, вы не находите? Это подделка Фильм Джузеппе Тернаторе Алло, кто это? Клэя Рибица Честно говоря, я еще не решила Но, возможно, мне нужна Как это? Оценка Дамы и господа Я с радостью представляю вам Лот 231 Мисс Клэр Что вы о ней знаете? Страдает от очень Необычной болезни Он говорит с ней Но через закрытую дверь Закрытую? То есть он ее никогда не видел? И не только он Никто не видел Вы там? Мисс Эдетсон Все можно подделать, Вергилий Почему вы избегаете встречи со мной? Я прошу вас прекратить любое вмешательство в мои дела Пришлите мне счет за свои услуги, прощайте Клэр, что произошло? Скажите, в чем дело? Каково это жить с женщиной? Это как участвовать в аукционе Никогда не знаешь, насколько высоки будут ставки Когда тебе кажется, что ты завоевал женщину Ты теряешь контроль над ситуацией Я должен вас убедить Уходите Клэр Помогите! Кто это на самом деле? Лучшее предложение В каждой подделке всегда есть доля оригинала Пойми, все мои действия могут отразиться на вас с мамой Я боюсь вам навредить Прошлые игры Все изменили Я чувствую Что ты чувствуешь? Надежду Я знаю, ты спасла нас тогда Но я не могу больше изображать на камеру Что мы пары И избегать друг друга в реальности За кого они ее принимают? От нее надо избавиться Я согласен, но в нужное время и нужным образом Надо бежать, Гейл Иначе они нас убьют Они убьют нас Люди готовы сражаться Я остаюсь Вы хорошо показали себя на играх, мисс Эвердин Но это были лишь игры Хотите развязать настоящую войну? Представьте Тысячи людей погибнут Ваших любимых Не станет Что я должна сделать? Это 75-е голодные игры В честь юбилея Участников выберут из победителей прошлых лет Китнис Дайте мне попрощаться Китнис Что надо делать? Думаю, в этих играх все будет по-другому 75-е голодные игры Ты готова? Вот и она, огненная девушка Китнис Эвердин Забудьте все, что вам кажется Вы знаете об играх Прошлый год это был детский сад На этот раз Вам предстоит сразиться с опытными бойцами Последнее напутствие? Постарайся выжить Помни, кто твой настоящий враг В Незелфилд Парк появился наконец-то хозяин Вы уже знаете, кто он? Я знаю Он хорош с тобой Он красив Он еще и жена Я полагаю Он уже здесь, боже, правые девочки Ведите себя естественно Мистер Коллинз к вашим услугам Сестры Беннетт искали себе мужей Достичь его можно лишь посредством сношений Прошу прощения от дружеских сношений и бесед Но Лиззи Беннетт мечтала о большем Только большая любовь подвигнет меня к замужеству Мистер Коллинз, я не принимаю ваше предложение Не тревожьтесь, мы немедленно уладим это маленькое недоразумение Чересчур свои нравы Это мистер Дарси Бедный, у него такой несчастный вид Вид у него может быть несчастный, но бедным его точно не назовешь Мы должны срочно нанести ему визит Миссис Беннетт, мисс Беннетт, мисс Беннетт и мисс Беннетт Вы танцуете, мистер Дарси? Нет, по возможности Весьма странно Я не обладаю талантом вступать в разговор с незнакомыми людьми Главная практика Вы не подарите мне танец, мисс Элизабет? Это невозможно, ведь я поклялась его презирать Подарю От компании Working Title Films Он такой... Какой? Такой богатый Что ты сделала с бедным мистером Дарси? Сама не понимаю Классическая история Мистер Дарси – жених моей дочери Вы полагаете, что эту помолвку может расстроить девица низшего происхождения? Я была слепа Кейра Найтли Он вел себя как глупец, да и я тоже Мэтью Макфедьян Мы все глупеем, когда любим Будь вы единственным мужчиной на свете, я и тогда за вас не вышла бы Гордость и предубеждение Эй, смотри-ка Слишком молода Что ты собираешься делать? Я так всегда говорю Могут ползать, могут и остальное Да ты с ума сошел Вот это да! Что? 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 Папа, прости, что уронила продукт Ну что ты, что ты Папа Все хорошо, дед Все хорошо СиДжей Что, Дуай? Ты защищал Билли Рея Хоботт два года назад? Мы его арестовали за изнасилование, его и Джеймса Билларда А кого он изнасиловал? Ты знаешь Карла Али Хелио? Да, я защищал его брата в прошлом году Это была его маленькая девочка Маленькая Таня? Ладно, ребята, сегодня у вас большой день Сейчас мы сходим с вами в суд, и там судья назначит вам такой залог, что мы вернемся обратно и будем жить здесь тихо и спокойно Субтитры создавал DimaTorzok Что вы можете нам сказать? Вы из полицейского управления? Да? Нет, я адвокат Вы адвокат Карла Хели? Вы адвокат Карла Хели? Я адвокат Карла Хели, да Как ваше имя? Бергенс, Джейк Бергенс И проиграешь Спасибо за поддержку Но не забывай, что мистер Хели виновен по нашей юридической системе Закон не позволяет самосуда А он взял закон в свои руки Он убил двух человек Двух человек Которые изнасиловали его десятилетнюю дочь Знаешь, ты можешь выиграть это дело И правосудие восторжествует А проиграешь И правосудие тоже восторжествует Это вот странное дело Время убивать 1123 год от Рождества Христова Королевский корабль С единственным законным наследником английского трона на борту Объят огнем и тонет у берега Англии Данное событие приведет к долгой войне за престолы наследия Названный историками анархии Никто не спасся И в том числе мой сын Мне очень жаль, Ваше Величество Я выйду замуж, отец, и рожу сына Очень любезно с твоей стороны, Мот Но я не думаю, что доживу до его совершеннолетия Кто будет править, когда меня не станет? Некоторые дети Бывают Своевольны с рождения, мой милый Перси Но я дал обещание матери Алины Что она сама выберет себе мужу Но это же не слыханно Этот брак будет выгоден для всех Завоевать сердце моей дочери Можно лишь любовью, а не выгодой Вам лучше жениться на собаке, лорд Вильям И пусть она будет без зубов, а то покусает Или может быть кошку, лорд Вильям Ты глупец, Вильям Все это могло стать нашим, если бы ты Алина Я так тебя люблю Столбы земли По роману Кэна Фоллета Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok